По энергетике смотрите. Ну, первое, я, конечно, скептически относился, но ради корпоративной солидарности я пытался не тиковать и поддерживать максимально заявления все. Тем более, что на сегодня у депутатов и у других экспертов нет полноценных механизмов контроля. Там все зашифровано. Ну, то есть ты, извините, черта с два, проверишь реально, как они готовились и что. Готовилось ли агентство НАЕМА, строило ли эти укрытия, не строило. Это еще время покажет. Думаю, там будут отдельные вопросы и к депутатам, и к НАЕМА, и тому же самому. Но я сейчас не про это. Вот сегодняшняя именно новость о том, что еще морозов, по сути дела, нет, уже ограничения объявляет Украинерго, а именно они, ну, лучше всех понимают картину, там главный диспетчер энергосистемы страны, он, и это серьезнейшая проблема, которая показывает, что все эти обещания, все эти заявления, они ни на чем не базировались. Харченко сейчас говорит, ну, как эксперт, но я еще раз сейчас четко понимаю, что заявляло министерство Украинерго, все были страшно готовы к земле. Они же у президента на завещаниях, все же рапортовали, что мы готовы, как никогда. Ну, вот уже. Я, насколько понимаю, там проблема не только техническая, сейчас начинает вылазить финансово-экономическая проблема энергетического комплекса. Там ни черта не сбалансирована по финансам, понимаете? Там колоссальные долги, неплатежи. В газе неплатежи составляют сейчас порядка 100 миллиардов, в энергетическом рынке порядка 65 миллиардов долгов. А работать никто, ну, без денег же не будет. Ну, за уголь надо платить, понимаете? А если это все убыточно, если оно не покрывается соответствующими тарифами или та же зеленая генерация, то вот оно, собственно, и начинает с бои. И я убежден, что когда надо было это делать, соответствующие решения не принимались, они непопулярные были. А теперь начинает все это вылазить, и все это будет выливаться в какие-то ограничения. Причем теперь, смотрите, для двух групп, да, население у нас боятся трогать, но будут вынуждены. Понятно, что население будет недовольно. Алексей очень хорошо знает, что такое в Одессе сидеть. Ну, там очень серьезная была ситуация прошлой зимой, когда поперебивали все подстанции, как они сидели, одесситы, я представляю, как они страдали там. И эти риски остаются там, кстати. Но это население, оно будет страдать и быть недовольным. Но есть еще вторая, это вот тот бизнес самый, который сейчас сидит и думает, нам в Украине оставаться с нашим оборудованием, где нас проверяют, налоги, СБУ и электроэнергия, которой нет. Мы платим, а ее нет. Или нам ехать в соседние страны. Алексей, я вам скажу, что вот бизнес мне говорит, а мне говорил директор небольшого, но очень такого завода, у которого 20-летняя история. Он мне говорит, мы, нам говорят, покупайте генераторы. Но у нас танки столько потребляют, что мы не влазимся. Это невозможно на генераторах промышленности. Это в три раза дороже стоимость киловатт-часа. Ну и все, и что остается людям делать? Закрываться? Понимаете? Ну вот они одну зиму продержались на подсосе, проедая то, что заработали. А дальше хватит запаса прочности или нет? Ну серьезнейший вопрос. Поэтому, как по мне, главный в нашей стране, мы же понимаем, кто любит обращаться к народу, должен сейчас сказать народу, народ, мы должны в первую очередь дать электроэнергию вот эти, ну понятно, критическая инфраструктура, госпиталя, теплосети, водоканалы, и должны бизнес удать, чтобы он не остановился по рыночной цене, по европейской цене. Но если они заплатили, чтобы они не остановили, чтобы там была зарплата, налоги и прочее, значит им давать, а тогда, извините, население уходит на второй план. Он сказал это? Никто этого не сказал. А я из оппозиции это говорю. И получу за это по голове. Но говорю правду.